КОНЕЦ Воина obronna w 1939 roku została przez Polskę przegrana, ale jeszcze ostatnie oddziały nie złożyły broni, a już ukształtowały się władze polskie na uchodźstwie. Там был ранд, там был президент, там был вуз начальник. Первый в Франции, потом в Великой Британии, в Лондоне. Ключевым делом была общность. Общность между влазами на уходстве, а ручем опору в краю. В краю в Суспе полиции, которая превосходила в Союз Варки Збройной. Потом в Армию Краю, в которой седзибой была Варшава, в конспирации. А также в цивильной власти Рzeczyпосполитной в Варшаве, в Делегатура Рząду на Краю. И те влазы краю, с влазами на уходстве, musелы утримать контакт. Тен контакт, это было много аспектов. В случае власть востовских, это были мельдунки вывиадочные, это были рапорты, это были розказы, которые в обе стороны курсовали. Это были брони на почту, запалники до материалов вывуховых, это были лампы до радиостации, которые были в краю очень потребны. И, конечно, деньги. В другую сторону, с полки в керунку Франции маршировали охотники до Войска Польского. Прежде всего офицерские, специалисты, лотники. Это все, что вымагало уделяя в карбы организационные, в соответственно справные структуры. Так все было, что Полска была окопована, но найближшим краем, найближшим столиком, где было поселство полске, был Будапешт. Венгры были союзниками Хитлера, были państвом оси, но никогда не выступили против Польска. Отмувили удостепления своего территория Немцам в 1939 году. И, мимо того, что были союзниками Реши, существовали плакушки дипломатические в Будапеште. А ведь, де-факто, 300 километров от окопованных, границ окопованной Польской. Студ был то основный керунок улучшности, использованный заровно через власти на уходстве, как и сефовство конспирации в краю. Организация улучшности между Варшавой и Будапештом была заданием скомпликованным. Абы пренесть информацию, пренесть пресылку, треба было поконать три границы. Гранику немецко-словакую и границу словако-венгерскую. При чем, óвчесна Словакия, хлинкосква Словакия, была союзникем Немец, где, того рода жертвы, не были tolerаны, так как на Венгрых, а заровно жандармерия словакая, как и хлинкова гарда, współprаковали с хитлеровцами, приказывали сквытанных Полаков гестапо. Преказание гестапо кончилося, либо каром смерти, либо, приношно, побытом в обои концентрacyjном. Абы то все спраwnie зорганизовать, треба было створить структуры. Початково тен рух был очень хаотичный. В Польсце в wielu окрегах было виадомо, что тенде есть дорога до Франции. И спонтаничне люди, которые знали Татры, которые ходили по гурах, которые хотели знать себя в полской армии на уходство, керовали себя до Закопанного, до Счарницы, в район Крыницы, Мусыны, потому, что эти дороги можно достоять себя на Венгры. Конечно, помощью служила местная споценность, служили приводники, радовники, гурцы, спортовцы, нарциарцы, люди доброй воли. И в такой спонтаничный способ, организованный через много разных, нескалонных еще организаций подземных, витворил себя рух курьерский, который часто приобрел характер организованный. И, в общем, эта организация проводилась по двух линиях. По линии востовой, а то есть, в связи между Комендой Главной Армии Краевной и Накцелным Водзем на уходство, и по линии цивильной, между органами ряду на уходство и Делегатурой Рады на Крае в Варшаве. Те две линьи улучшности остались отзепараны, потому что был другой характер этой службы, ну и тоже за взглядом на безопасность. В начнем окре, аж до весени 1940 года, в общем, так было, что курьерцы, можно сказать, работали для каждого, кто себя до них zwróци. Это, конечно, поводило немного хаосу в этом руху подземном и тоже незадоволение мокодавцев, потому что не всегда они отзывали остаточные там, где они могли тратить. Таффиали в добре рэнце, но не те, до которых они могли тратить. Это не было так, что были какие-то фраудации, врэч, противне. То все подкрысляют, что даже премьетники, даже люди, которые не конечне имели какую-то добру, такую, ладную прешлость предвоенную, они никогда не поласили на пенеды паѐствовые. То, что было паѐствове, то было свято. Тај была олбрзмя, олбрзмя рола, мораля этих людей, которые служили в руху подземном, в руху курьерским, потому что почта, или материал, который был им повержен, то была речь најважнейшая. Жище курьера было только на другом месте. Найважнейшее было безопасство почты, или материалу. То не могло згинуть, то не могло пропасть, а если было уже остаточное загрожение со стороны врога, то треба было прежде всего знишчать почтэ, чтобы не достоася в рэнце непријачела, а допіеро потом задбаћ о własне жище. И, речевище, велијху курьерув жищем заплацило за ту свою службе. То была служба трактована како служба фронтова, незалежно от того, чи были то курьеры војскови, чи цивилни, их служба была трактована так, как служба фронтова. И, зрештам, о том свиадачам теж отзначениа, которые достали, чи авансы војсковы, которые достали в окресе војне, альбо в окресе туцж повојенном, киды јшше функционалајы в пењни владзе на имиграции, чи владзе подземне. Ујцнојць пајстта подземнејго розвјјана была в рђзных формах и в рђзких керунках географичных в засадзе. Натомиаст оцинек појдниовый был најстотнейший. Влајсне през базе в Будапеште в первых килку летах војны преходзија вјнсость материалу конспирацијного и вјнсость środков финансовых для конспирацији в Польсце. З чего то вјнкало? Вјнкало то з того, что те инне формы, которые зостајы розвјніте допіеро в пајзнейшем окресе војны, влајсне втеде, кеды војна выбухла, кеды те структуры ся творзијы, были рђз в повјјаках. И стонт значение Ѣчности курјерскеј, Ѣчности живеј. Варто собі ущјдомић, что Ѣчности радио, војскова зостаја навјзана помидзи крајем а вјдзами на имиграцији допіеро по кијку месојцах војны, мјјвіјсној рјку 40-го, а на добре так зачаја функционовај од јсени рјку 40-го. Вјдзе цијвилне не мяјы той Ѣчности аж до јсени рјку 41-го, такой добреј. Користано з јчности војсковеј. Але навјт як та Ѣчность радиојуујја јсјліјја бујја в крају, стопнијо coraz базјј рјквијана, то зе взглендув безопасности курьеры носили депеши до надания z Warszawy до Будапешту и надавали, zwłaszcza дугие депеши, właśnie с Будапешту. Почетно еще радиостация работала в опорции о поселство польское, которое истояло до ст. 1941 года на Венгрех, а потом корыстали с радиостаций конспирательных. Подобно, если chodzi о прерзут środков. В 1941 году зрукали до края первые экипы т.з. цихо-цемных, или курьеров, эмисариусы цивильных, которые им тоже товарищали. Доперо так на правду от 1943 года те зруты прибыли шире форму. И тогда начали деньги на большую скале за поселством этих людей скачащих до Польски пресылать с Лондону. А wcześniej треба было те пенеодзе принести на плечах с Будапешту. Подобно было с тем, что в Польсце вытворено и что треба было приказать на Захуд. През Будапешт прzechодзе до конца войны Здецдевана большинство справоздањ delegатуры ряду для ряду в Лондоне. То были комесячны, а часто чаще творны справоздања обејмуча цалость жица в окупованым крају. Опріше того oczywiście праса конспирацијна, которую преносзено в натуре, бо там те мелдунки были микрофильмованы, были какось укрываны в премыслный способ, часто в каких-то премыслных скрытках, але треба было теж пренесуть в натуре. Праса конспирацијна не фильмована, только курьер часом килканањте килопапиры по-просту дьвигај на плечах. И доперо потом было то высылано разным способом, от певного момента, то тоже есть cieкаве, почта дипломатична вэнгерска до крајв-неутралных, т.е. до Швайцарији альбо Португалиј и стамптон было то заберано до Лондону. Так же был то скомпликованы bardzo system и в этом системе курьерзи и та ёчтость конспирацијна отгрывај ролі крвиобегу в организме. Курьерзи формальне приписани были до рожных структур, старано се то упорѐдковать, але на трасе часто вырушали ровночешне. Незвыкле важна справа была, така, поѐдяўбым, групова солидарнојћ, odpowѐдзялнојћ за колеге. Радко курьерзи в поѐдинке шли на трасе. За взгѐдов безопасността говори о то, что бы в разе какогось в трудном терене мяўкто помоць. Эвентуалне, гидо бе досшло до несццјћа, чтобы тоже мяўкто, биѐмоге повиадомић, ко стало се з данным особом. Бардо важным ченникам бео высоке морале. Те особи не могли завијсть, они не могли се поддаћ, они не могли здрадзић, они мусиаўы быть пунктуалны. Бардо чајсто та их праа полегаја на спотканиах. В первом окресе војны курьерзи преходзили цај трасе. Та цаја траса може быть рожне розумијна, бо почјтек мог бејс на пысклад в Кракове, в Тарнове евентуалне, але чајсчјј в Кракове, другим којцем был Будапешт, евентуалне właśnie замиас Кракова та цаја Сајсчјћуа, борјтћаScјаћ стајсчјћо гуцарктм, та цајсчјтіво, но стајсчјтво шыбко, јтајсчјтво, найперјћ в структурах војсках, найперј структурах цјвилих, прерзјццјо на сестм штафеттвој. Та ме значе подзелоно бијта трасе на киќка одцинкјв. Звыкле можно сказать, что было их пять, то значит один odcinek, это был odcinek из Warszawy над границей, другой odcinek, это был odcinek граничный, была особа, которая проходила только границей спод окупации немецкой на территорию Словации, третья osoba порушалася по территории Словации над границей Словако-Венгерской, четвертая osoба проходила границей Словако-Венгерской, а пятая osoба порушалася по территории Словако-Венгерской. Это был такой системный, когда этих людей было меньше, кто-то проходил границей, но это было в зависимости от ситуации. Истотом было то, что musяло быть то незвыкно прецизийно згране, потому что разночасно выходила почта из Будапешта и разночасно из Warszавы, и в каком-то моменте на трасе musела настать примена, поэтому было то незвыкно прецизийно, важное, и применение большей пунктуальности, ответственности, вытрималости и почувствия по-просто patriотизму. Так что нужно это окреслить. Чи люди были великими patriotами, они это робили для России. Они, конечно, отримали какую-то гарзу, потому что они могли жить, они были в pewnом моменте как-то заводовыми курьерами, но они не робили этого для денег, они это робили для России. Трасы курьерские были использованы также для поврота до России, разных людей, которые находились на уходстве. Это были часто офицеры, которые были прерзуты до края для взмокновения конспирации. Чи, которые уcieкали из обозов интернования, чи то в Румунии, чи на Венгрых. Были это работники политичные, которые вернули до России, а такой постачкой символичной, которая вернула туда через шлаг татрзаўский, закопиањский, был марссаћ Шмиглый Рыц, который в wrеснии 1939 году прошел до Румунии. Там был интернованы, в очень трудных условиях, Румунии не заховали себя тут honorово. В груднию 1940 года учек, организована ему учечка из интернования. Презостаћ на Венгры и там через несколько месяцев, закоспированный, чекал на возможность повроту до края. И действительно, јсенью 1941 р. марссаћ Шмиглый Рыц стал препровадзоњ до Польски через Станислава Фрончистего. Сзед шлагом через Рожняве, то была тогда стация гранична по стороне венгерске, а сейчас на терене Словации. И через Хохоўв там затримался, а потом стал прерзукан до Кракова и Варшавы. Не сдамил, нистете, уже подъять, которую планировал, потому что на початку грудня 1941 р. марл в Варшаве. Початковым, спонтаничным окресе руху через границэ начали кштаћтовать шлаки курьерске, начали быть организованы профессиональны службы курьерске. Конечно, кога можно было до такой службы заангажовать? Ну, мусял быть то человек о досыть специфичных цехах характеру. Витрималый, витрвалый, кој в родају сурвиваловца могло бы се сегодня сказать. Одпорный психичне, одпорный на стес, здолный до витримания трудного следствва о таких цехах szczególных характеру. Очевидно физически спрајвный и знајцый добре терен, на котором мајси порушать. А ведь, влајсни гурццы, а ведь, ратовницы, а ведь спортовцы, которые знали Татры, которые потратили поконајть те Татры заровно в леке, как и в зиме, которые мели тоже певне знајмости на Словации, бо то было очень важно. Чтобы до такой службы быть повоћанным, треба было еще подлегать справедзеню. Одзял II Сштабу Генералного, а ведь контрвейвад, мајсни гурцовку в Будапеште. И в форме розмјв, в форме баданија документу, в форме засегајаа опиниј, оценяно, чи даны кандидат надаје се до службы курьерскей. Очевидно, те оцены могли не быть пајне, но на пајно были конечны. Курьерси походили з разных środовиск. Были то часто офицерови, были то люди з интелигенциј, также kobiety, але в початковом окресе więksзость курьерів походила ze środовиска приграничного. В нашем јпадку то были мешкајцы Подхала, рејону Счаwnицы, чи теж Новосодденцијзны. Таким неквестионованым крулем курьерів был Єзеф Крептоски, который 58 разы поконај трасе Будапешт, виконувајц рожјного родзају заданија. И влајцијве пајниј ту службе курьерска через więksзость окресу окупациј. Чејць курьерів прајцоваја рок-два и којција ту службе, потому что часто удавајося Гестапо чи Абверзе розпрацовать их. За ними оглашано листы гоњча, были посукивани и появление их под Татрами вјосяло с олбрымим ризыком. Иначе шер sad војцијке с ризыком беззвцехних слушај на Гестапо, з ризыком threw cheers в обозу концентрацијного. Цzeјщіх з них удајаGER знаме такя прејнејо служби, так як братиа Кулоје до армиј пајсп Chartily или Fryじ zweiљц-бротанија. И Іщѐць позадавај bones на Ујгрех вхудзяху учоцчых, найддујајјцте там с рискуей себе штовјthatе. Таким мисус AO panel може бінд Станислав Марусаш, который по уcieczке из Монтелупи в Польше был уже спален, вернулся на Венгрии и там получил посаду в Венгерском Звездном Нарциарском. Венгры приготовили себя до организации Мистерства Света ФИС, которые не дошли позже до скотки, и строили скотки. И таким их экспертем, delegатом в техническом Звездном Звездном до строительной скотки в Горах Мармароских в местности Борша был Станислав Марусаш, который выбудовал эту скотку. Эта скотка существует в Борше до сегодня, хоть уже там заводы не отбывали. И тоже скотчил первый рекорд этой скотки на длагость 88 метров в тамных часах. Это был поважный скот марциарский. Станислав Марусаш на Венграх функционовал под фалшивым названием в опартии о документы, которые удалось ему сделать. И обавил себя, но он решил на скотку в Борше на открытии этой скотки нарциарской. Конечно, заводники немецкие, а также Швайцарцы, познавали его, но лоялно подошли и в разговоре затосили, что не имеют ничего спорного с Хитлером, с системом хитлеровским и на певно его не выдают. И подтвердил, что никогда не имел следу заинтересованию его особой в связи с пребегом заводов в Борше. Горали, которые ходили, или спортивцы часто, которые ходили до Будапешту от jесени 1939 или зимой на почту 1940, они очень быстро стали сдеконспированы. Студ właściwie большинство из них в весну 1940 послала до армии. До армии полскей либо в Франции, либо на Блиском Взхозе. Студ мы бывших курьеров, либо в самодельной бригаде стрелков Каппатских, потом в 2. Корпусе Полским, либо в полских Сијах Зброиных на Заходзе, часто только в Кампании Французской, потому что например, как Ян Кулла знали в Свайцарии в рамах интернования. Неужи впадали в ренцы немецкие, студ тоже много офиар. И тут можно бы показывать например такие силветки как Феликса Клапера, который арестованы через Гестапо, подъял пробы уцечки и стал застрелом. Была родина братья Французской из Хохоуова, где трех братьев было в службе курьерской. Зрешно тоже warto на них zwrócić увагу особно, потому что они уже перед войной были заприсяжены в такой коморце диверсии позафронтовой, czyli уже перед войной провидзано их działальность конспирacyjной. Таких osób было więcej. Станислав Французский был курьером аж до лютого 1942 року. Втеде zostaал аресштованы через гестапо, traфиј до обозу в Аушвиц, прежиј. Його брат Французский аресштованы был wcześniej, згинјј в Аушвиц. Густав Французский прешедл до Войска Польскего в весну 1940 року. Więc тут их losы были в рамах едной родины разные. Так само з інной линьи можно powiedzieć Андрей Французский Кусьтијн. Он też в весну 1940 року посзеј до армии за взгляду на то, что мяј очень характеристичный выгляд два метра, поэтому ему трудно было się конспировать. Jan Бобовски, который на початку ходил через Tatры, потом прешедл на трасе с Писком и до конца войны ходил через Спиш. на Венгри. Можно вспомнить другого из браких Кулов, czyli Станислава Куле, который трасиј до армии полскей на Блиским Вскодзе и потом с другим корпусом волчил под Monte Касино. Так же, те лосы были очень 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 рожде. Очень измоличной Станислав Марусаш, выбитный нарциарь, который двукротно был арестован на Словации в 1940-е. По раз первый удалось ему учесать еще с рог славян. По раз други через Словаков был выдан Немцам. Он Презыдл таким достаточно традиционным шлаком, как много людей на этой трассе, то есть через связи в Пресцовье, потом в Мусыне, потом в Тарновье. Трапил он аккуратно до связи в Монтелупик в Кракове и стамптон в липцу 1940 года доказал бравуровой уцепки. Презыдал на Подхалу и потом через Татры на Венгри. Презыдал на Венгри, который уже до конца войны на Венгри, но не мог уже быть курьером, дальше этой службы выполнить, бо был вздеконспирowany całkowicie. Трешно, как его родина, тут тоже Jan, брат, был курьером, посzedł в весну 1940 года до войска, сиостра Хелена, тоже очень уталентована спортсменка, в немецкие, примерно в подобном часе, как брат, и стала через Немцов по очень окрутным следствием расстрелана во время 1941 года. Бронислав Чех, тоже знаменитый спортсменский спортсмен, хотя он не ходил акурат через Татры, но тоже был курьером, он был арестованы через Немцов, он был в первом транспорте, уже в церкви 1940 года, и по четыре лета зморзл вычисления в обозе, отрюкают очень кустое пропозиции немецкие, потому что, как и Станиславу Марусашову, как и Брониславу Чехову, по увязанию Немцы пропоновали пройщие на их сторону. Они отрючили здраду, остались верни Полсце, и в случае Бронислава Чеха заплатил за это жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok